Тесса, дочка, я тебе названивала. Тесса, мам. Посетки оказываются оторвами, сразу говорят, да мы тебя по всем барам здесь потаскаем, вообще все будет классно. Мать сразу предлагает Тессе выйти. А оно и остается с девчонками, выпускающими пар. Ха, это че у вас, ингалятор? А вообще, мать, насмотревшись на этих девчонок, сразу понимает, что они ее ничему хорошему не научат. Поэтому предлагает поменять комнату, но Тесса уже взрослая и обещает хорошо учиться, поэтому, ма, ну пожалуйста, не позорь меня перед девчонками. Ах, напоследок, обнявшись свое дитя, мать отпускает ее в свободное плавание. Ну и Тесса прощается со своим парнем, который, кстати, старшеклассник, он еще в кулич не поступил. Вернувшись в свою комнату, девчонки сразу находят общий язык, и хоть Тесса такая зубрилка, а это больше тусовочная дама, все равно их отношения быстро складываются. Первый учебный день начинается со знакомства. Этот шоколадный заяц Лэндон, и они оба пришли раньше времени. Начинаются учебные будни, экономика, каждый, кто прислушается, извлечет пользу из моего 25-летнего опыта работы на Уолл-Стрид. Знаем мы, как они там работают. Но может он научит чему-то другому. И вот наступает вечер, Тесса идет в душ, возвращается в свою комнату и видит какого-то парня. Наглый челик не смутился ни капли, зато смутил Тессу. А оказывается это друг соседки по комнате, ну, конечно, здорово, однако, можешь выйти? Пытаюсь представить ее на вечеринке, и не получается. А я пытаюсь представить, что бы я делал без моих любимых бустеров, и не получается. Поэтому спасибо большое за поддержку. Этот самодовольный нахал Хардин, и вот такое первое знакомство у них получилось. Время идет, уроки делаются, а Хардин все время неподалеку. И рано или поздно это должно было случиться. Прилежную ученицу зовут на тусовку. Давай, это будет круто, ну сколько можно сидеть за своими книгами? Тесса нехотя соглашается, надевает свое самое обаятельное платье и приходит в эту обитель разврата и пороков. Ее сразу знакомят со всей компанией, где и Хардин, он походу не один, и остальные ребята, а кто отца на тус привел? Естественно, ей предлагают выпить. Но я видя, что Тесса все равно не хочет, ее начинают подкалывать, что... Это что за аленький цветочек? Она, наверное, алкоголя в своей жизни ни разу не пробовала. И Тесса берет, и... Аккуратней с этим, аккуратней. Короче, Тессе ясен, пень, некомфортно. Еще некомфортнее становится, когда начинается игра «Правда или действие». И первый ход выпадает ей, она выбирает правду и вопрос «Самое безумное место, где ты занималась сексом?» Этот вопрос ставит Тессу в тупик, ведь она еще невинна, и тогда она говорит «Ладно, действие, я беру действие». Хочу, чтобы ты поцеловала Хардина. Да, вы гоните уже отца с тусовки. Просто он гораздо старше выглядит, чем все они. Хардин подходит, спрашивает, согласна ли она. Она встает, камеры включаются, ну-ну-ну-ну-ну. И Тесса уходит, говоря, что ваша игра говно. И тусовка тоже. Я пойду, лучше позвоню своему Ною. Она рассказывает ему, что пошла на вечеринку, немножко выпила. А Ноэто, оказывается, абьюзером. Говорит «Как ты могла? Вот я так и знал это все твои соседки». Ной, ну что ты прямо как? Ноэто, вдобавок, настроение испортило. Она вернулась, пошла на второй этаж и зашла в чью-то комнату. Там она увидела много книжек, хоть что-то знакомое. И сюда же поднимается Хардин. Оказывается, это его комната. И атмосфера такая интимная. Немного пообщавшись по поводу книг, он становится все ближе к ней. И их губы почти соприкасаются. Однако, кажется, Тессе пора идти. И под сообщение с обвинениями от Ноя Тесса возвращается домой. Он, конечно, потом извинился, но какая уже к черту разница? И так Тесса приходит на новый урок. Литература. Куда? Как раз таки приходит и Хардин. Начинаются разговоры о книге «Гордость и предубеждение». Любовь. Это всего лишь транзакция. Транзакция по этой карте была отклонена. Ну, а вообще, Тесса с ним не согласна. У них начинается перепалка. И все в этой аудитории понимают, что между ними есть какое-то напряжение. Они вроде как обсуждают книгу, хотя она очень сильно переплетается с их недавними событиями. Короче, блин, он бесит. А после урока он еще к ней подходит и говорит «Круто». Отлично, пообщались, мне понравилось. Но Тесса говорит «Нет, даже не пытайся ко мне подкатывать. Мы с тобой не друзья». И сейчас неожиданный поворот. Оказывается, Хардин – это брат Лэндона. Ну, не родной, конечно. И Лэндон не особо хорошо о нем отзывается. Мол, он всегда пытается вывести на эмоции. Это его фишка такая. Ну, со мной это не сработает. Ну, как скажешь. И вот соседка Тессы идет делать тату. А оказывается, батя-то тату-мастер. И Тесса рассказывает о том, что Ной, возможно, вообще не ее выбор. Так как мать все время делала все за нее, контролировала всю ее жизнь. Погоди, ты кроме Ноя ни с кем не встречалась? От дела. Ну, а ночью Тессе не дают уснуть, так как ее подружка с другой подружкой... Блин, ну дайте поспорить. Итак, Хардин встречает Тессу. И так как он знаком с ее подругой, они будут часто видеться. И лучше бы у них были нормальные отношения, поэтому он извиняется за все. И предлагает ей кое-что показать. Одно место. Она сначала не соглашается, но по итогу, ну поехали. И вот все так романтично, Хардин показывает ей свое секретное место. Место, где он может отвлечься от всего и просто услышать свои мысли. Тут Харди раздевается и решает искупаться. Собственно, а ты-то что стоишь? Погнали. Тесса переодевается в его футболку. Ну, все понятно. И вот такой интимный, романтичный момент. Оно все ближе к нему и ближе. Теплое хрустальное озеро. Где-то вдалеке проплывает лодочка. Тесса говорит, ладно, мы можем быть друзьями. И Хардин заявляет, мы никогда не сможем быть друзьями. Ай, блин, а ты как скажешь? В общем, их дыхание сливается в унисон. Он все ближе. Они целуются. Потом выходит на сушу. Он начинает ее трогать. Интересно, почему у него татуировки именно на этих пальцах? Ну и, собственно, он останавливается. Она даже спрашивает, а че ты остановился? А вот. В итоге они уже вместе идут в кафешку. И посмотрите, как у Тессы горят глаза. Она уже интересуется всей его жизнью. Ну, расскажи про семью. Вот только, кажется, семья это запретная тема. А затем приходят друзья Хардина. И он сразу же меняется в лице. Тут еще это назойливый б... Подруга Харди, которая капает на нервы. Достает и его, говоря о том, что давай-ка подвези меня до дома. Достает и саму Тессу. Ну, в общем-то... Какая-то странная, неловкая ситуация получается. Хардин даже просит, чтобы Тесса подождала. И она отходит. Затем спрашивает, ты че меня стесняешься? Я, кстати, приняла решение. Я расстанусь с Ноем. И тут Хардина будто бы подменили. Он говорит, слушай. Если хочешь кинуть своего парня, то не приплетай меня. И вообще, встречаться мы с тобой не будем. Я вообще не встречаюсь. Поэтому хочешь идти, я тебя не держу. Что случилось с Хардином? Что ему сказали, непонятно. Но девочке он разбил сердце. Она красится. Потом смывает макияж. Берет одежду. И кладет ее обратно. Даже во сне не дают успокоиться. Потому что ей снится этот сраный Хардин. И вот на утро случается то, чего никто не ожидал. Решает приехать Ной. С цветочками. Ситуация, конечно, немного неловкая. Но она знакомит его с новыми друзьями. Они вместе идут выпить. И, конечно, Хардину неприятно. Тут начинается опять одна из величайших игр. Передай карточку по губам. Если кто уронит карточку, нужно будет поцеловаться. И Батя берет и специально роняет карточку. И пока Ной может лишь мямлить. Хардин встает и... Возможно, Батя сделал когда-то ему плохую татушку. И он все терпел, терпел. А потом решил ударить. Но, скорее всего, это из-за Тессы. Однако, не 100%. Тесса возвращается домой и готовится к сну со своим парнем. Только резко звонит Лэндон. И вот парень спит. А она идет к Лэндону. Ну, ладно. А оказывается, Хардин тут все разнес. А когда речь вообще зашла о Тессе, то произошло какое-то безумие. Пожалуйста, поговори с ним. И вот Тесса идет к нему. Он уже бухает. Что же ты не со своим идеальным пареньком, Тереза? В общем, он рассказывает немного историю своей семьи. То, что его мать живет в ужасной халупе. А его отец сейчас женится на новой девушке. И у него все замечательно. Внутри него ярость. И я объясню позже, почему. Но пока что Тесса рядом. Она успокаивает его, помогает. А они вместе поднимаются наверх. И снова они вдвоем. Никого рядом нет. И вот они снова все ближе и ближе друг к другу. Пока Ной спит. Кто-то из вас скажет, что Тесса... Ведь ее парень спит в паре километрах отсюда. Но я вас уверяю, ничего у них не было. Он лишь снял ей джинсы и поцеловал в пупу. Все нормально. А только на утро Тесса понимает, что она в полной жопе. Потому что Ной проснулся. Семь пропущенных. Она идет быстрее к нему. Пытается как-то оправдаться. Да я там с другом была. Но ночью помогала ему. Что ты лысый? Плаки-плаки. Ной, я могу объяснить, пожалуйста. Да не, не может. Поэтому Ной просто берет и уходит. Ну вот на этом-то они собственно и расстаются. А знаете в чем самый-то прикол? Потом она своей соседке рассказывает то, что Да, Ной всегда был для нее как друг. И она потеряла лучшего друга. А теперь начинается самый долгий, депрессивный день, который заканчивается рядом с Хардином. Тесса делится своей непростой судьбой. И рассказывает про Ноя, который был ей как лучший друг. Но ничего большего не было. И опять-таки, если к Ною она испытывала дружеские чувства, то вот к Хардину она испытывает нечто большее. А оно и неудивительно, потому что Хардин может подарить ей эмоции. А Ной, ну что там, светлое, нефильтрованное. Все, что он может... Да господи, даже это он не может подарить, он же школьник. Так и начинает сплетаться их судьба. Они все больше и больше времени проводят вместе. Но опять-таки, близости у них не было. И даже в момент, когда вот-вот сейчас произойдет, приходит мать, которая все обломала. Которая говорит, А Ной мне все рассказал. А вот, значит, чем ты здесь занимаешься вместо учебы. Короче, начинается конфликт, и мать говорит, ты либо выбираешь своего парня, либо учебу. Если ты выберешь своего парня, я тебе больше деньги за учебу платить не буду. Ты сама по себе. И Тесса выбирает сама по себе. Но мать предупреждает, что он... Он разобьет себе сердце. И вроде мать хочет как лучше, но с другой стороны управляет жизнью дочери, что тоже неправильно. Короче, разосрались. А однако, вопреки матери, Харди, наоборот, находит квартиру для них двоих. И у них начинается что-то вроде медового месяца. Они полностью отдались друг другу. Ну, на самом деле не полностью, но об этом поговорим чуть позже. Это было восхитительно. Они дышали друг другом, жили друг другом, и все было замечательно. Тесса даже уговорила его пойти на свадебную вечеринку его отца. Хоть Харди максимально не хотел туда идти, и даже надел черный костюм, но все равно пришел. Получается как? Мать вот этого парня выходит замуж за его отца. Я как-то по-другому представлял его мать, но вот она, получается, его отец. Ладно, неважно. Собственно, совет да любовь. Все на этом празднике жизни радостны, и отец Харди оказывается нормальным, хорошим человеком. Но вот только Харди все еще не рад. И знаете что? Он имеет право ненавидеть своего отца, потому что в 8 лет его отец был алкоголиком, задолжавшим кучу денег, а когда он в пабе где-то бухал, пришли люди, типа коллекторов, выбивать долги. Отца дома не было. Был лишь он 8-летний и мать. Я пытался защитить ее, но не смог. Вау, вот этого я точно не ожидал. Они изнасиловали его мать, и у него определенно есть причины ненавидеть отца. И всю ярость Харди глушит Тесса, которая предлагает просто потанцевать. Она его... противовес. И вот они растворяются в этом моменте, и наконец-то идут наверх. Я тебя хочу. Ну что, половые отношения начаты, поэтому все замечательно. И дальше все только слаще и слаще. Пока в один момент не приходит подруга Харди, Энни заставляет задуматься над всеми отношениями. Ну окей, в любом случае Тесса ему доверяет. И вот придя домой, Тесса замечает, что на телефон Харди приходит бесконечное количество уведомлений. И это все от той подруги. Я по тебе скучаю. Встречаемся у Боба в 9. Ну и конечно начинаются ссоры, ругань. А Харди не может объяснить, почему это ему написали. Он просто говорит, мне пора идти. Эй, Тетти, что Тесса должна думать? А она еще и ждет. Она еще и верит. И пишет Харди, а тот не отвечает. И в итоге ей пишет общий друг, что у Харди телефон сел, если хочешь, приезжай в бар. Эва Тесса собирается, приезжает в бар и видит первым делом эту, блин, натуру. Конечно, Тесса думает, что у них с Харди что-то есть. Однако, когда он приходит, он говорит, ты че, нет, ни в коем случае. Но есть куда более важная информация. И тут эта фиолетоволосая начинает спрашивать, а ты не хочешь ничего сказать Тессе? Думаете, я не смогу, что ли? Чего не сможешь, Харди? Вот вам действие. Я заставлю ее влюбиться в меня. А затем отключусь. Это с самого начала был план, все было продумано, а значит, никаких чувств-то и не было. По крайней мере, так считает Тесса. Ну, а Харди не может ничего объяснить. Он мямлет, говорит, да послушай, Тесса, Тесса, я все объясню. А объяснять-то уже ничего и не надо. Тесса убегает, Харди остаются. И если все это было лишь частью игры, то все их приятные моменты растворятся, как слезы в дожде. Круто, я завернул, да? Ну и все, собственно, Тесса уезжает. И через какое-то время приходит на порог к матери. Это что, получается, она была права? Он разбил ей сердце? В итоге Тесса извиняется, мама извиняется. Ну и хорошо, что у них наладились отношения. А также Тесса решила извиниться перед Ноем. Все-таки, ну, немножко некрасивая ситуация произошла, сами понимаете. Ноя вроде как и не расстроен, можно и во френдзоне посидеть. Короче, все ништяк. И вот, пока Тесса подает документы в новый колледж, собирается переезжать, Харди депрессует. Время идет, и Тессу даже приняли в новый колледж, а Харди по-прежнему депрессует. И вот уже конец учебного года, и тут учительница подзывает Тессу, говоря о том, что, кажется, это адресовано тебе. В своей жизни я прочел сотни романов. В большинстве из них утверждалось, что любовь — это центр вселенной. Такое дело, что Харди никогда не верил в любовь. И вот, кажется, с появлением Тессы он наконец-то понял, что такое любовь. Она приходит на их тихое место, и туда же приходит Харди. Конец первой главы. Итак, мы попали в небольшой просаг. Я планировал сделать пересказ на серию фильмов после, но вот при просмотре второй части я понял, что они не такие веселые. Там негде разгуляться, негде пошутить. Возможно, я ошибаюсь. Поэтому, если вы хотите пересказ на все фильмы, то пишите в комментариях, если я увижу от вас соинтересованность, то, возможно, это будет моей мотивейшн. И я такой, ладно, хорошо, надо посмотреть точно, что там происходит. Просто в второй части все как-то... Ну, я не знаю. В общем, теперь все зависит от вас. Либо мы скипаем все эти фильмы, и я перехожу к чему-то другому. Либо мы будем смотреть все фильмы, зависит от ваших комментариев и активности. Поэтому спасибо огромное за просмотр. Гигантское спасибо моим бустерам за поддержку. Ждите новых видосов и не забывайте всех обнял.